Что у плебеев, что у партийцев? Кривые зеркала. Были ли в то время качественные зеркала? Что говорит археология? Археология говорит, ничего не было. Зеркала – это кусок полированной бронзы или серебра, кто побогаче. Соответственно, вот насколько она будет ровная, насколько она будет здорово отполированная, вот настолько у тебя будет и отражение. Никаких зеркал других не было, зеркала появились в 15 веке в Венеции, вот такие, какие мы сейчас знаем, когда подложка, на подложке серебряная амальгама или золотая, и сверху ровное, хорошее стекло, идеальное, без каверн, без дефектов, вот столько в 15 веке придумали так делать. Ну, в кино это, наверное, некая гиперболизация. В кино там показывают все время эти самые бронзовые кушки. Ну они там во что-то смотрятся, там рожи кривые, страшные, но это для того, чтобы было видно, что это не зеркало, что вот в воде, например, видно нормально, если вода стоячая, а раз. Во-вторых, я как опытный шлифовщик могу сказать, что шлифовать можно очень по-разному. Очень по-разному. Но с моей точки зрения, если бронзовое зеркальце пролежит где-то 2000 лет, то оно хотя бы под собственным весом и загнётся, ещё чего-то, и до археолога дойдёт уже кривым. Нет? Нет, ну мы, так ведь мы, реконструкторы, делали эти зеркала бронзовые, серебряные, правда, я не знаю, может, кто-то делал, но вот если хорошо сделанное бронзовое зеркальце, которое вот прям ровненькое-ровненькое и прям отпидоренное как надо, то, конечно, далеко не как в современном зеркале, но видно, т.е. глядя в него, побриться, например, можно, ты-то будешь видеть, где у тебя чё, и опознать, что у тебя морда с похмелья опухшая, тоже сможешь, и пора бы это, тончик накидать. О, Витя, да? Да. Я тебя не знаю, но я тебя накрашу.